Дождаться своего автобуса, особенно в часы пик в краевой столице, становится всё труднее. Горожане ощущают это на себе с первых дней снегопада. Чтобы вовремя оказаться на работе, многие стали выходить гораздо раньше обычного. То же самое вечером. Между тем, ждать автобуса на морозе иногда приходится не пять минут, а температура уже завтра опустится ниже 30. Десятку плохо ждать. Вот вы знаете, интервал у них такой большой. В остальном 53-й хорошо. Вот я всегда езжу на десятки на работу. И знаете, очень долго ждешь десятку. Вот этот раз я ждала час и десять минут. Ну не только два дня. Буквально в прошлую неделю несколько раз сломался. Приходится долго стоять на остановке. А на каком автобусе вы ездите? На 24-м. 55-й, 33-й, 39-й. Список автобусов, которые, по словам барнаульцев, ходят через раз, можно долго продолжать. Считающийся мобильным видом транспорта, электрический также не выручает. Вчера 40 минут стоял на площади Октября, ждал трамвая «семерку». Дождался он, подъехал к площади Октября и сломался. В Дорожном комитете задержку трамваев на линии не скрывают. Вчерашний простой в общей сложности составил 10 часов. Избежать повторения транспортного коллапса можно, считают здесь, если действовать по ситуации. Общественный транспорт справится. Если нам не будет мешаться лишний транспорт, который большое количество выходит на линию, соответственно, из-за этого образуются пробки, то мы, общественный транспорт, и городским электрическим транспортом перевезем всех пассажиров. Среди главных причин срыва расписания автобусами и электротранспортом дорожные службы называют снегопад, машины, оставленные горожанами на дорогах, большое число аварий и долгое буксование грузовиков на подъемах. А еще в морозы чаще случаются поломки. Так что ждать автобуса в минусовые температуры иногда все-таки придется. Алексей Янкин, Николай Шилко, информационный канал «Город».